Пробуй! Вкусненько! Это Тирексфуд. Новая партия приехала. Готовлю в очередной раз солушек к своему отъезду. Правда, уезжаем ненадолго, всего на полтора дня где-то. То есть завтра ночью, по идее, приезжаем. Вот. Но маме придется два дня заходить и кормить. То есть два раза. Вот. Толпусов мне, благодаря Тирексфуд и их замечательным живым насекомым, кормам, удалось посадить на автономию. То есть четыре сплюшки и два сыча. Ну, два с половиной, можно считать. У нас будут сидеть полностью на кормах, которые я им оставлю, вот, живых насекомых. Это ХЗ и Кутуша. ХЗ, привет! Поскольку по камере я уже посмотрела ХЗ, да не бойся. Он спускается вниз, ест червячков из тазика. Так-то я ему на подоконнике вон там оставляла. Вот. Я сейчас много червяков вот за Фобоса насыпала вот в такую мисочку-контейнер. И вот этого им более чем хватит на два дня. Вот. Конечно, у них в морозилке лежит резерв на всякий случай. Мыши замороженные, чтобы мама могла им в случае чего дать. Так, лучик, держи еще червячка. Вот. Лучику я оставляю таких же червячков на столе. Но мама будет ему еще класть кусочек мышки небольшой, половинку мышки. Вот. На всякий случай. Правда, у него тут еще везде сверчки бегают. Вообще, лучика можно очень легко тоже оставить на несколько дней одного. Без захода покормить, потому что можно просто взять вот... Если он будет очень голодный, он вообще залезет в контейнер, поедет сверчков. А обычно я беру вот так вот штученьку и ее на пол. Вот так вот. Видите? Ну, сейчас не буду много. Вот. Сверчки сейчас все разбегутся. А ночью они вылезут и будут бегать везде, искать, что поесть, что попить. Вот. И лучик их всех переловит. То есть можно вот прям вот так вытрясти. Естественно, это помещение для сов. Тут можно насекомым бегать, потому что совы их съедают. В квартире такое не сделаешь. Но в квартире можно поставить вот такой контейнер, как вот я у сплюшек, например, ставлю. У них то же самое. Я оставляю их. Их не надо кормить, заходи специально. Вот у них контейнер со сверчками. Это новая поставочка от T-Rex Food. Сверчкам надо обязательно положить что-нибудь сочное. Это морковку, например, если у вас одуванчиков нет, да? Порезать морковку. Это для летающих контейнер с плюшек. А это для пешеходных. Тут, ну, пешеходные суда залезают в оба, в общем-то. Ну, так будет всем удобнее. Вот. Это можно оставить вообще на неделю. Вода свежая у них есть. И, в принципе, даже когда ее не будет, им хватит сверчков более чем. Вот. То же самое с домовыми сычами. Можно их вот так вот. Поставил им контейнер. Там тысячу сверчков, да? И все. То есть, главное сверчкам сочный корм оставить, чтобы они не начали друг друга есть. И, в принципе, уехать дня на четыре, даже на неделю вполне можно, если с условием кто-то будет просто заходить, смотреть, как дела, мало ли что. Ну, или камеру поставить, да? Вот. Чучундре не оставить. За ним нужен присмотр. Ему каждый день надо давать в лапки мышку. Ну, свеженькую. Потому что он слепой, не видит. Вот. И надо его поддерживать морально. Кроша махноногий сыч, она тоже, как бы, она насекомых не ест. Ей надо выдавать мышь. А, в принципе, на пару дней можно просто положить перед отъездом замороженных мышей. И два дня эти мыши, два-три дня, то есть две ночи там, да, они полежат. Вот она их просто там либо спрячет, либо не будет трогать и будет есть по мере того, как она будет голодать. Ну, ей захочет. То же самое с филином. Зимой проще. То есть они могут есть, в принципе, замороженную еду. То есть размораживать там своим, теплом своих пузиков и есть. Вот. С неяса теми тоже самое. То есть насекомых они не едят, не прокормить. Поэтому надо давать, оставлять на пенечке. Вот. Но у меня мама будет заносить, выкладывать. Вот. Но вот эти мелкие совы, которые едят насекомых, очень удобно. То есть при оптовой закупке можно накупить, да, вот там, ну... Кто держит сов, тот знает, что пять тысяч рублей на содержание совы это немного. То есть там закупить насекомых на пять тысяч рублей и оставить каких-то живых, каких-то заморозить просто впрок. Лучик. Так, мы смотрим, как Чунечка прыгает. Вот. Вот ты молодец какой. Такой ты хороший, Сыч. Спрятал мышеньку. Он попросил утром сейчас мышеньку, потому что, ну, хоть ночью он ел и все съел. Ну, он прям вот сюда пришел такой. А где, а где еще мышь? Я ему сейчас дала, вот он ходил ее прятать. Есть не стал, он спрятал. Там лучик топает, Чучунечка. А, ты хочешь туда перепрыгнуть? На этот угол, что ли? Лучик. А. Лучик из лучик. Вот, в общем, очень удобно. Тирексут вообще молодцы, благодаря им. Ну, действительно, намного и дешевле стало. Потому что, вот, например, в прошлый раз, лучику мама, то есть нас не было неделю, и мама оставляла каждый день ему по мышке. А он их не съедал. И огромное количество мышей пришлось просто выкинуть, потому что они испортились. Вот, и это досадно. А насекомых поставил контейнер, он стоит. То есть, сова сколько захотела, столько съела. А то, что она не съела, оно живое там сидит. То есть, этого хватает надолго. Если правильно ухаживать за этими насекомыми, то есть их кормить, там влажность правильную... Не допрыгнул. Давай я тебя подсажу. То есть, влажность правильную поддерживать, то будет очень удобно. Поэтому я прям очень благодарна вот этим ребятам, вот этим ребятам, которые и... Ай, ты тоже благодарен, да? Вот, они и такую фирму замечательную создали и разводят сами насекомых. И, что главное, они могут организовать доставку в нашу деревню, которая за 200 километров от Москвы. То есть, можно либо... Они отправляют либо с Блаблакаром, либо еще с кем-то. И главное вот согласовать и перехватить на трассе эту доставочку. И все будет замечательно. В регионы отправки и замороженные тоже корма отправляют в специальных контейнерах. В общем, все очень круто. Надо лучку подсыпать, наверное. То это ему на сегодня только. Вот. И ко мне приехали в этот раз сверчки. Две тысячи сверчков и вот килограмм зафобуса. Это еда не постоянная. Это довольно калорийный корм. Поэтому он у нас идет либо как лакомство, либо вот на такие случаи, когда ты там уезжаешь. На несколько дней можно оставить. Как бы никому от этого плохо не будет. Просто потом, когда я приеду, червячков давать не буду. Кто-то будет сидеть на такой легкой диете. То есть на правильном питании. А так пока фастфуд. Ура, праздник! Ну и они все очень любят таких червячков. Конечно, калории лишние. Все очень здорово. Ладно. Так. У меня, значит, елки я все положила в холодильнике. Вот. У меня котомочка с пакетиками. Тут все расписано кому что. Это пакетик для елки. Это все записочки для мамы. Вот. Здесь корм лежит на два дня. Я ни в морозилку не стала убирать. Сейчас мама еще придет. Я ее проинструктирую. В принципе, все как в прошлый раз. Только появились нюансы в виде сыча хозе. И надо ей сказать, чтобы она хозе и кутуши не клала мясо. Сойки летают там. Что-то они вкусные у нас нашли тут. Или ждут. Все ждут открытия птиченькиного кафе. Вон семь штук. Восемь, девять, десять. Я насчитала десять соек. Офигеть. Ну это они вот, да, ходят сейчас в садах и фруктики собирают. Ладно, Луч, давай. Пока мы еще к тебе зайдем. С мамой мы уже вместе. Но ты вряд ли с нами попрощаешься. Надо елке пойти, камеру подключить. Самое хлопанное, это вот сейчас мышей кормить. Два раза в день надо будет к ним заходить и выдавать им еду. Вот. Все. Вроде и пока ничего не забыла. Но у нас еще есть время, если что, что-то исправить. Да, лучик? Пока.